А теперь обо всем по порядку. В Казахстане хотят запретить использование полиэтиленовых пакетов. Первый шаг сделан. Минэкология подписала соответствующий меморандум с ассоциациями предпринимателей и экологических организаций. Документ подразумевает постепенное сокращение использования пластиковых пакетов. Возможно ли реализовать такую масштабную миссию в стране, где почти у каждого жителя дома есть пакет с пакетами, выясняла Зарина Ахмеджанова. Это видео за сутки набрало больше сотни тысяч просмотров. К сегодняшнему дню больше 17 миллионов. Полиэтиленовые пакеты, одноразовые стаканчики и другие фрагменты отходов жизнедеятельности человека. В океане все меньше места для рыбы и уже образуются новые мусорные тряфующие континенты. Казалось бы, где океаны и где Казахстан, но географическая отдаленность угрозу пластиковой катастрофы не снижает. В день в Казахстане используют 15 миллионов полиэтиленовых пакетов, умножаем на 365 дней. В сумме выходит астрономическая цифра. 5 миллиардов 475 миллионов пакетов. При том, что один полиэтиленовый пакет разлагается больше 100 лет. Полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов введен в 40 странах мира, в том числе в Кении, Австралии, Грузии и в Италии. На одного европейца в год приходится 31 килограмм пластиковых отходов, а в Германии даже 37. В среднем странах ЕС около третья пластикового мусора подлежит вторичной переработке. Остальные отходы экспортируются. Из-за прямой экологической угрозы миру в рамках Ассамблеи ООН по вопросам окружающей среды в Найроби 70 стран мира обязались сократить использование пластика к 2030 году. Для начала решили отказаться от одноразового пластика для упаковки товаров. С 2024 года пластиковые бутылки будут продаваться только с прикрепленными к ним крышками. С 2025 пластиковые бутылки должны будут на четверть состоять из вторсырья. К 2030 уже на целую треть. Но это в мире. А у нас... Вы знаете, видели, как во дворах, на улицах везде летают эти пакеты. Вот эти маленькие пакеты, которые очень тонкие, мало того, что они наносят вред, они еще и сложно перерабатываются. Я поддерживаю инициативу о том, чтобы импорт был запрещен. В Казахстане альтернативы целлофановым пакетам пока нет. Но отечественные компании, производящие биопакеты, есть. И они работают, правда, едва справляются с иностранными конкурентами. Их товар в шесть раз дешевле. Один импортный полиэтиленовый пакет стоит 5 тенге, а биоразлагаемый из растительного сырья – 30. Весь рынок Казахстана, 85-90% – это импорт. Наши местные производители не выдерживают демпинга. Многие разорились, многие закрылись, многие ушли в тень. Из 44 компаний осталось буквально 9. Первым шагом к освобождению Казахстана от целлофана станет отказ от бесплатной раздачи пакетов в магазинах и торговых сетях. Только это дело добровольное. Проблема в том, что эти пакеты у нас сегодня не перерабатываются. Мы говорим об очень тонких пакетах толщиной менее 27 микрон. И фактически, вы сами знаете, эти пакеты окружают нас везде. И в парках, и на улицах, и в конце концов, даже поступая на мусороперерабатывающие заводы, они просто-напросто закапываются. Больше 4 миллионов тонн твердобытовых отходов в год собирается в нашей стране. Из этой массы на переработку отправляются всего 12%. Все оставшиеся, в том числе и пакеты, из пакетов, которые копятся практически в каждом доме, тоже в перспективе будут закопаны в землю. А пока практически каждый город в Казахстане можно смело назвать городом летающих пакетов. Зарина Ахмеджанова из Булжамшитов. Итоги дня.